Число 1,16 записали в десятичной системе численности. Проще говоря, поделили единицу на четырнадцать. И зачеркнули 1996-ю цифру после запятой. От этого число увеличилось или уменьшилось? Условия все поняли. Значит, просто уголком поделили единицу на четырнадцать. И 1996-ю цифру после запятой зачеркнули. Но при этом остальные цифры, что дается к ней, при придом-примлеет. Я просто вычеркнула, выбросила. Не заменили на ноль, а именно вычеркнули. Увеличилось или уменьшилось число от этого? А может быть вообще не изменилось? Наверное число будет больше. Наверное число будет больше. А вдруг вы вычеркнули маленькую цифру, а на ее место, соответственно, стала большая? Тогда что там есть? В том-то и дело, фактически надо понять, какую цифру вы вычеркните и какая стоит сразу за ней. По большому счету задача такая. Надо понять, какую цифру вы вычеркните. Какая цифра на 1996-м и на 1997-м месте. Но, конечно, может не вывести, может оказаться что-то не одинаковое, тогда придется смотреть 198-е место и так далее. Но не думаю, что так будет. Итак, кто может быстро нам найти 1996-ю цифру после запятой в числе 1-14? Ну, то есть не можете, да? Уголком поделить. Так, ну 14 на сколько надо умножить, чтобы было не больше чем 100? На 7, да. 7 умножить на 14 это 98. Отлично. Ну-ну-ну-ну. 100 минус 98 это... Да. 4 умножить на 14. 1 на 5 не стоит, будет 70. 14 именно на 4, вы правильно говорите? Сколько это будет? Получается, 55 на 6. 50 что? 56. 56, конечно. На 9 умножить на 9. Ну, на 9 это слишком, потому что если на 10 умножаете, будет 140. 140, а 140 минус 14 это больше, чем 120. Поэтому умножить надо, конечно, не на 9, а на 8. И вы опять забыли написать двойку. Да, вот так хорошо. 14 на 8 это сколько? 111. 112, конечно. А все понимают, для чего мы все это делаем? Ну, чтобы идти в 10, 9, 9. Чтобы понять, когда будет период. Дело в том, что у нас же все вот эти цифры не такие большие. И остатки, которые здесь бывают, они все меньше, чем 14. Правильно? Поэтому рано или поздно обязательно зациклятся. Итак, у нас получилось 80. Да. Сколько возьмете? 70. Ну, если возьмем 5 и 14... Конечно, 14 на 5 это 70, да. Вы получили число 100, которое уже было. Вот не в самом начале, но покажите пальцами, где уже было число 100. Не-не-не, вот здесь. Вот. Помните? И после числа 100 будет 98, а потом остаток 20, и видно, что зациклились. Да. Все поняли? Да. Вот. Ну, это почти решение, но еще не решение. Потому что, смотрите, что вы нашли. Вы нашли период. Если можно, подчеркните его, пожалуйста. 7, 1, 4. Вот это. 2, 8, 5. Все увидели, да? Да. Это период. Какая длина периода? 6 цифр. 6 цифр. Видите? 7, 1, 4, 2, 8, 5, да? Да. А вас спрашивают про 1996 цифру. Значит, что вы сейчас должны сделать? 1996 разделить на 6. Правильно. 1996 делим на 6, да? Нет, не надо дальше делить. Вы получили остаток 4. Нет, 12. Вы вычли из числа 16, получили остаток 4. Значит, 1996 цифра после запятой. Это то же самое, что четвертая цифра после запятой. Получите 2. Покажите ее пальцем. Четвертая. Нет, это не она. Это четверка. 2. 4. Нет, это 4. 4. 1. После запятой. А, да. Вот запятая отсчитывает 4. Значит, на самом деле, что там произошло? Зачеркнули цифру 4. Правильно? И дальше что? Получается 2. Следующая цифра. И на ее место встала 2. Все остальные цифры как-то сдвинулись, но это уже не важно. Значит, число уменьшилось. Победа? Да. Мы решили задачу. Отлично. Продолжение следует.